Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро всем, кто проснулся и всем, кто готов уже бодрствовать и быть с нами на связи для того, чтобы получить новую порцию Божьего подкрепления, Божьего благословения, вразумления и Божьей защиты. Ведь все нам нужно в этом единстве, когда мы и подкрепляем себя и свой внутренний человек, его делаем сильным, своего человека, и также позволяет нам Господь не оставаться там, где мы находимся, а идти и овладевать новыми территориями. Поэтому, вспоминая о том, что у Давида есть намерение, намерение принести ковчег Божий в народ, вернуть его, и это на самом деле Божье желание. Но посмотрите, друзья, войско собрал, понимает, что надо будет воевать или, по крайней мере, может, необходимость это вдруг возникнуть. Поэтому он не идет с группой, маленькой группой людей, а он собирает несколько тысяч, даже 30 тысяч воинов. Но что мы здесь не наблюдаем сегодня? Когда мы прочитали, что Давид, он захотел вернуть ковчег Божий, еще раз я вспоминаю этот текст, прочитывая, «Встал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Посмотрите, не просто так описана эта крышка ковчега, а там над херувимами сияет Божья слава. Таким образом, мы говорим, что сейчас Давид будет прикасаться к святыне, будет прикасаться к божественной природе, будет прикасаться не просто к ящику, не просто к тому, что называется ковчегом, из дерева сетим, покрытого золотом, и на котором вырезаны херувимы над крышкой ковчега. Но здесь что-то большее, Божья слава, над которым нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Бог Саваоф – это Бог воинств и сил. С одной стороны, как боги филистимлян остались на поле, так и им казалось, что они бога Израилева взяли в плен. Но здесь другая история. И если люди пренебрегли Богом, то Бог оставил их, поэтому над крышкой ковчега там для филистимлян он не открывался. Но сейчас, когда Давид идет с этим намерением возвратить ковчег Божий, возвратить его в дом уже теперь Божий, пока он еще не построен, но, по крайней мере, скине она имеет место быть, куда можно его возвратить. Но я хочу также, друзья, сказать, что это духовная брань, в которую сейчас вписывается Давид. Но здесь он не молится к Богу и не спрашивает, как мне это сделать. Вот, друзья, в чем была здесь ошибка Давида. Потому что, с одной стороны, там, где враги были очевидны, где он их видел, где он видел количество, где он слышал определенного рода устрашающие звуки, где они вышли еще на долину Рифаим, там он взывал к Господу, там он получал ответы. И, в принципе, если бы он помолился сейчас, он точно так же получил бы ответ. Но здесь он не посчитал это важным. Почему? Может быть, потому что он не видел сейчас опасности большой, уже враги сломлены. Может быть, потому что он не видел, что это тоже духовная война. А надо было просто возвратить ковчег как трофей, как драгоценный трофей, в котором есть ценности неба. Но, по крайней мере, для Давида здесь есть некоторый как бы промах. И для нас это тоже очень большой урок, друзья. Когда мы что-то хотим сделать для святого Бога, и в нашем сердце возникает этот мотив добрый, благословенный, то тоже надо задать вопрос, Господь, а как это делать пред лицом Твоим? Что именно ты ожидаешь от меня или от нас, чтобы совершить это дело достойно? Не потому что я нарисую план и скажу, Господь, а теперь вписывайся в этот план, потому что и ты благословляешь дела рук моих. Нет, а вместе с ним этот план созидать. Вместе с ним спрашивать и эту тактическую сторону рассматривать при его совете. И потому, друзья, что случилось дальше, вы знаете, но мы просмотрим более подробно дальше в других программах. Но сейчас я хочу вас пригласить в этом дне помолиться о тех делах, которые уже добрые, которые уже благословенные, которые уже нам понятно, что они Божьи, но чтобы их тоже не делать без него. Небесный Отец, я прошу тебя, чтобы ты дал этой привычке добра быть в нашем сердце, жить внутри нас и на самом деле руководить нами теми решениями, которые мы принимаем при Твоем свете, совете, при Твоем лице. Я благословляю сейчас каждого человека познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Благослови нас познанием Твоего сердца, благослови слышанием Твоего голоса, благослови пониманием опасности и скользких путей, которые могут встать на пути нашим, чтобы нам обойти или быть очень аккуратными в движениях по этому участку. Благодарю Тебя, Господи, что Ты с нами, в нас и через нас проявляешь себя и свое могущество. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.